Алло, селям алейкум, добрый вечер. Вы в эфире. Алло. Алло, селям алейкум, мы вас слышим в эфире. Да, вы можете задать свой вопрос. Вы спрашиваете каждый раз, что значит АТР для Крыма. И мне хотелось бы сказать, что АТР для Крыма сейчас даже важнее, чем 6 лет назад. И картинка, которую мы видели несколько дней назад, впервые, когда была пустая студия, она была очень страшной. Как будто бы конец настал всего. И на самом деле сейчас АТР важнее намного, чем 6 лет назад. И мы, вы должны быть уверены, что Крым всегда с вами, Крым нуждается в АТРе каждый день и каждую минуту. И мы будем стараться, конечно же, поддерживать. Мы верим, что все будет хорошо. Спасибо вам за ваши слова поддержки. А может быть вы с нами поделитесь, что вам больше всего нравится в нашем канале. Может быть что-то не нравится. Хотелось бы узнать ваше мнение о нас. Алло, вы нас слышите? Вы знаете, канал АТР для меня это... Да, я слышу. Говорите. Канал АТР для нашей семьи это член семьи. Мы смотрим все. Начиная от исторических передач и заканчивая концертами. И, естественно, новости это самый важный контент для нас, потому что новости всегда о Крыме. Это единственный канал, который говорит о Крыме и для крымских татар. И, естественно, это очень ценно и важно, потому что всю информацию о том, что происходит, мы узнаем из АТР. И мы доверяем этой информации, потому что мы уверены в ее качестве и правдивости. А скажите, пожалуйста, че дивитесь, окрім АТР, вы и украинские телеканали? А, пожалуйста, че дивитесь, окрім АТР, вы и украинские телеканали? Мы смотрели украинские телеканали, когда они были, но, на жаль, сейчас они все закодованы. И, на самом деле, мне не понятно было, когда они ничего не рассказывали про Крым и про крымских татар, про наших полетв'язков и так далее. Но сейчас это вообще не понятно, что информационная война как-то так сошла на нюхать. Может, Украина уже приняла капитуляцию или что?